всем привет пока наши принтеры трудятся над новыми проектами мы с вами соберем кузов для газ 66 с кронштейном под запасное колесо так ну что держатель запасного колеса на газ 66 отпечатался и борта тоже отпечатались единственное что я не делал поддержку но вроде в одном местечку злота подчистить надо будет набор деталей вот еще у нас будут нижние части которые будут прикрепляться к дну дно мы с вами будем делать из пластика пвх вот потому что смысла нет печатать и здесь вот еще у нас бампер печатается на данном этапе газ 66 выглядит у меня вот так что в нем было сделано да ничего в нем была заменена электроника вот в принципе ничего такого тут нету тентик вот такой я забабахал мосты я снял тут будут металлические вот сделал фары ну и в принципе все моторчик на стоковую коробку передать серва заменена управление пропорциональная ну вот ничего особенного обычный газ 66 разобранный так сейчас мы с вами соберем кронштейн под запаску деталек много для этого я воспользуюсь ноутбуком и открою проект ну а вы соберете по моему образцу клею как всегда на дихлорэтан с разбавлена внутри пластиком гелишек такой вот так она выглядит в собранном виде и сейчас мы с вами соберем ее значит с чего мы начнем вот основная платформа дальше идет у нас вот этот элемент которому впоследствии будут крепиться направляющие для колеса сейчас мы просто разберем все детальки вот это лево правая у нас получается берем элемент 1 берем прямую назовем ее палочку они две одинаковые друг за дружкой будут идти и приклеим ее прям на угол вот на скошенной чтобы уголочек совпадал с нижней планочкой и получится такая типа лесенку мы будем сейчас собирать миллиметрики принципе они не особо важны но хочется чтобы было как в оригинале вот так вот это получается сегодня со светом у меня не очень хорошо но я думаю что должно быть видно так вот раз элемент второй элемент у нас будет находиться смотрим примерно по центру соответственно это где-то где-то вот так где-то сантиметрика два между ними будет сейчас помажем клеем и смотрим где-то примерно вот в этом месте она будет находиться на нее будет ставится вот этот вот контейнер ящичек такой смотрим дальше вторую часть пока не буду клеить сначала пройдемся с одной что у нас у нас дальше идет вот основная площадка на которую все это дело у нас и устанавливается в принципе можно взять и ее сюда тоже приклеить и тогда у нас уже она будет более устойчивая здесь такой есть небольшой скос так что наша деталь прям к этому скосу и приклеивается тут смотрите вот это внутреннее расстояние она совпадает с прорезью здесь на нашем элементе и получается то что вы не ошибетесь куда ее установить просто она впритык упирается к скосу в принципе мы можем с вами и второй элемент также сюда приклеить потому что он идет ровно по краюшку во первых будет жесткость просто дополнительными к мажем он уже растворяет верхний слой и все у нас сюда встает точно также подводим делаем симметрично подклеиваем поджимаем вот такая вот симметричная получается у нас деталька поехали дальше начнем с верхней из наших колечек смотрите профиль уголком смотрит наружу а держатель колеса вовнут вовнутрь чтобы не ошибиться с детальками какая друг за дружка идет у нас есть один элемент на котором есть два отверстия так вот он ставится где-то через сантиметр от самого верха так что мы сейчас выбираем две одинаковые на самый верх просто их складываем они потому что что был достаточно копийно здесь есть отверстие и оно должно у нас с вами ставится вот сюда быть к ящиком поближе так что с этого края и начнем далее у нас есть четыре планочки одинаковые одна полукруглая с нее мы начинаем и 1 с удлиненными краями так дальше через пару сантиметров приклеиваем уже прямой прямых у нас повторюсь четыре штуки самый лан вам сказал профилем вовнутрь а сам приклеил не туда куда надо но ничего быстренько переклеим не разбегалась сейчас мы еще с обратной стороны приклеим здесь у нас получается прямая также сверху а потом идет широкая вторая крепится чуть чуть поближе не на не на равном расстоянии друг от друга они все находятся поэтому смотрите следите открывайте в интернете оригинал и принципе по нему склеивайте вот так вот получается у нас где-то через пару сантиметров вот сюда приклеиваем вот здесь тот через пару сантиметров и потихонечку наша конструкция под запасное колесо уже становится похоже на оригинал теперь мы сейчас соберем с вами вот эту часть это центральная здесь в принципе все легко она у нас с встает вот сюда вот вот так и получается продолжает полукруг просто приклеиваем и вот сюда она у нас устанавливается под 90 градусов все склеиваем аккуратненько и уравняем и вот сюда устанавливаем вот эту планочку надо было чуть повыше и поэтому вот этот надо кронштейн еще чуть выше приподнять может быть надо было конечно от него начать плясать но у нас так не получилось тут должно у нас примерно быть 90 градусов вот так она становится здесь должен быть зазорчик и вот здесь от планочки тоже немножечко должен быть зазор и в принципе вот такой модуль получается ящичек идет на самый край устанавливается и бочонок сюда давайте до конца все соберу склею и вам покажу срезом кабине во внутрь вставляется принципе начинается он примерно вот ну вот смотрите 5 миллиметров от стоечки под колесом и в потом почти что в практически впритык устанавливается наш ящик также он стоит на двух своих направляющих мажем направляющие и приклеиваем даем небольшое расстояние от ящичка и выставляем его по центру потому что он немного уже нашего пространства вот такой кронштейн под запасное колесо тем временем допечатался бампер и дописать допечатались типа брусочки их называю это под кузов ну все собираем дальше так продолжением сегодня отпечатались у нас борта для газ 66 вот он так до сих пор еще и не собран но единственное что в проекте я немножечко с направляющими ошибся вот я не вычел толщину самих стоечек но ничего не вот легко срезались я сейчас своем образце их переклею срежу переклею вот а на готовом экземпляре изменю в проекте сейчас все и уже можно будет печатать даже либо отдельно доски либо отдельно брусочки либо прям полностью весь кузов так что вот так вот идет становление нашей 66 нашей нашей шишиги газ 66 еще в планах не знаю буду делать или не буду все будет зависит от того оставлю я тент тент на шишиги или нет или она будет такая бортовая вот если бортовая то скорее всего я буду делать еще во внутрь лавочки так что смотрите и параллельно также делаю куз кузов для газ 34 4 4 4 4 4 5 4 5